Она пишет стихи и рисует свой город будущего. Она увлечена красотой линий и поэзией архитектурных ансамблей. Стремление в гармонии во всем говорит – это профессиональное. А все началось почти 40 лет назад, когда она переступила порог Анапского проектного института. Любое ответственное задание для человека, в первую очередь у меня на слуху, и я понимаю, что, наверное, это будет Людмила Федоровна, любой ответственный объект. Но как человек – это, наверное, действительно мама для коллектива. Под руководством Людмилы Ильишенко разработаны и сданы в эксплуатацию десятки объектов, которые сегодня украшают наш город. Среди последних – жилые микрорайоны Анапский и Привовский. Особая гордость Людмилы Федоровны – это здание пенсионного фонда и хирургический корпус городской больницы. Мы строили микрорайоны, сейчас продолжаем. Продолжаем вот микрорайон Горгипи, пытаемся как бы не ухудшить то, что имеется в городе. Делаем гармонично в том плане, что предусматриваются и проспекты, и бульвары, и озеленение, и школы, и сады. Ну, чтобы не было просто точечная застройка, которая не подкреплена инфраструктурой. За многолетний труд 10 лет назад Людмила Федоровна была награждена медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. А в 2012 году постановлением губернатора Краснодарского края ей было присвоено почетное звание «Заслуженный архитектор Кубани». С нею работать очень комфортно, легко, хорошо. Находим, как говорится, сразу все решения в тесном сотрудничестве. Поэтому большего пожелать другим, как такого человека найти по жизни и по работе, и в досуге – это просто кладезь. Энергии у Людмилы Федоровны позавидовать можно любому начинающему. Такая активность, энергия, напористость – это профессиональное качество. По стопам Людмилы Федоровны пошла ее дочь Зинаида. Она работает здесь же архитектором. Как признается сама, профессию выбрала не случайно. Еще в школе этот выбор был предопределен. В самых ранних лет смотрела на маму. Все время творческая работа, затягивает. Вот и приучились. Теперь и дети уже приучаются, и внуки. Все уже думают об этом, чтобы стать архитекторами дальше. Людмила Федоровна очень хочет, чтобы в Анапе стало больше парков и школ. А вместо точечной застройки появились красивые здания. Но самая заветная мечта – построить на курорте огромный океанариум. Который бы стал визитной карточкой города. Не исключено, что это станет ее следующим проектом.